Сборника Андреевна, за все остальные слова. Спасибо девочкам, прочитавшим стихи Кеннадия Анатольевича. Я сегодня хотела бы всех, кто здесь присутствует, поздравить прежде всего с Днём Города, хотя он был вчера, но продолжается и сегодня. И очень, конечно, знаменательное то, что именно в эти дни идёт презентация сборника «Память сердца», стихи и песни Геннадия Анатольевича. Я хочу сказать, что выход этого сборника, он очень радует и меня, и моих родных. Геннадий Анатольевич в Манчегорске появился в 62-м году. И с самых первых дней, он пошёл работать в 11-ю школу, но и с самых первых дней начал заниматься историей краеведения Манчегорска, становлением Манчегорска, развития его. И какие бы события ни были в нашем городе, он никогда не проходил мимо этих событий. То ли отражал это через очерки, через статьи в газетах и обязательно в стихах. В стихах, конечно, темы были очень разные. Вот и сказали, большое внимание было посвящённо теме войны, блокады. Я думаю, многие читали эти стихи. А стихи, который не о блокаде, он, собственно, написал через себя. Он сам блокадник. Написал, как он был в эвакуации, как чуть было не погибли они вместе с мамой. Ну, выжили, слава богу. Также не забывал Геннадий Анатольевич в своих статьях, очерках писать о манчегорцах, ушедших на войну, не вернувшихся оттуда. И вот в последнее время он много материалов публиковал о тех, кто ранее был неизвестен, как погиб, или отдельные родственники даже не знали, где погибли их родители, любимые люди. Вот об этом он тоже писал в своих статьях. Не забывал он и молодых, вот погибших наших мальчиков в Чечне. То же самое отозвался стихами. И мне сегодня очень радостно, что вот воплотилась в жизнь его мечта. Это была очень большая мечта, чтобы в одной книге поместить все поэтические его стихи, но только те, которые не были напечатаны ранее. У него много стихов и песен совместно с Лейманом Виктором написаны. Но вот то, что сегодня вышла эта книга, а мы с ним очень мечтали сами издать эту книгу, но пока не получилось. Так что теперь мы будем ожидать издания книги и для малышей. Когда я разговаривала с начальством отдела образования, он готов тоже подготовить печатание стихов детских для дошкольников, для младших школьников. Так что у него все эти сборники есть.